В эфире программа 112 инструкция по безопасности. Я расскажу вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка УМВД по Ненинскому автономному округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненинского округа произошло 105 происшествий, в том числе 15 преступлений. По 11 преступлениям лица, причастные к их совершению, установлены. Всего сотрудниками полиции выявлено 254 административных правонарушений. За распитие алкогольной продукции и появление состояния алкогольного опьянения в общественных местах привлечено к ответственности 78 граждан. Изъято 8 единиц оружия и 6 боеприпасов. Что касается аварийности на дорогах округа, то за минувшую неделю произошло 14 ДТП. С причинением вреда здоровью не допущено. Стражами порядка проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье». Всего проверено 34 владельца огнестрельного оружия, изъято 4 единицы огнестрельного оружия, составлено 4 административных протокола за нарушение сроков регистрации и перерегистрации оружия или сроков постановки его на учет. А также в целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан проведено мероприятие под названием «Безопасный город», в ходе которого выявлено 18 административных правонарушений. В республике Коми борются с разливом нефти. Еще в начале апреля местные жители поселка Шудаяк обнаружили утечку топлива. Спустя две недели в сети интернет стали появляться многочисленные видеоролики и статьи ОЧП в районе реки Ухта. Общественные организации стали бить тревогу по геологической катастрофе. Насколько она серьезна и дойдут нефтяные воды до Ненинского округа мы попытались разобраться. Об этом смотрите в следующем сюжете. Летом купаемся, ловим рыбу, которой теперь уже не будет. Занимаемся подводной охотой. Которого там тоже не будет. Это видео выложенное в YouTube 17 апреля за несколько дней посмотрели почти 2000 пользователей. Автор ролика Илья Королев рассказывает о разливе нефти на реке Ухта. На воде отчетливо видны темные маслянистые пятна. Комментатор за кадром говорит, что ощущается характерный запах нефти. В том же ролике показано, как несколько рабочих собирают лопатами нефть с поверхности реки в бочке. А говорят, всю рыбу в реке выловили. Кругую черту. Все в нефти. Еще одно видео от Alex Niver собрало почти четыре с половиной тысячи просмотров. Съемки на реке ведутся в четыре года. Съемки на реке ведутся в черте города. Как сообщают различные средства массовой информации, в частности сайт 7 на 7 и Greenpeace for Russia, нефть в реку Ухта попала из Яриги. А туда из ручья Малый Войваш. Недалеко от водоема находятся заброшенные нефтяные скважины, пробуренные в 30-е и 50-е годы. Именно оттуда, по мнению автора, происходит изливание углеводорода. В акватории реки Ухта в связи с обнаружением нефти и нефтепродуктов в реке Ярига 13 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Информация об этом появилась на сайте администрации города на следующий день. Однако первыми о нефти в Ухте узнали жители поселка Шудояк 10 числа. Они пробурили лунку во льду и на поверхности появилась вязкая жидкость темного цвета. Нефтяные не то чтобы пятна, а это весь перекрат, весь перекрат вокруг острова закрыт нефтью поверх льда. И то, что я достал снизу удочкой, это нефть. Это прям кусками нефти. И что там внизу сейчас творится в реке, никому не известно. Местные активисты говорят, загрязненная нефтью вода уже дошла до села Усть-Ухта и попала из Ухты в реку Ижма. Загрязненные воды обнаружены в Колве, в притоке Усы. Об этом в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Усинск сообщили члены самой крупной экологической организации в регионе. Комитет спасения Печоры. У нас на основании распоряжения выехала группа на место происшествия. Они сейчас разбираются там. В Усинском районе, в районе третьего моста через реку Кова, левый берег реки, выше дюкера по нефтепроводу произошел якобы нефтеразлив. Какой объем нефтепродуктов попал в речную систему республики Коми неизвестно. По оценке руководителя энергетической программы Greenpeace России Владимира Чупрова, речь могла идти примерно о 100 тоннах нефтепродуктов. О возможных последствиях аварии на экологию Печорского бассейна рассказал представитель Всемирного фонда дикой природы в Ненинском округе. Конечно же, гибнет планктон. В целом, влияет на всю экосистему речную подобные разливы. Далеко ходить недавно у нас был, когда Комжинская авария. Последствия были колоссальные. Популяция сеговых сократилась в разы. Каких-то видов становится больше, каких-то меньше. То есть могут появляться различные формы, скажем, проявления различных заболеваний, в том числе генетических. По словам председателя Комитета обороны Ненинского округа Сергея Боенко, ведомство информировано о ситуации в соседнем регионе. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ухты сообщает о принятых мерах по устранению разливов. По мнению Сергея Боенко, если работы будут проведены до схода льда на Ижме, загрязнения Печорского бассейна будут незначительными. На сегодня важно то, что утечка, вот эта, которая была, она прекращена. То есть скважины, из которых была утечка, они загерметизированы. То есть на сегодня стоит вопрос собрать все, что есть, и не допустить распространения. У них установлены на сегодня боновые заграждения на вот этом ручье. Член Комитета спасения Печоры Тамара Маркова со ссылкой на неизвестных специалистов сообщила, что в реку попало около 340-380 тонн нефти. Ранее говорилось о 100 тоннах. Официальных данных об объемах нет, об экологической аварии уже сообщили в Кремль. В интернете появляется информация, что рыбаки Печорского бассейна направили президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину жалобу с просьбой расследовать причины катастрофы и привлечь виновных. 20 апреля в Наринмаре по улице 60 лет СССР обрушился кирпичный гараж. В результате ЧП погиб мужчина. Сотрудниками поисково-спасательной службы при помощи гидравлического инструмента удалось освободить пострадавшего из-под завала и передать сотрудникам скорой помощи. К сожалению, пострадавший от полученных травм скончался. Обстоятельства произошедшего нам рассказал следователь Следственного комитета по Архангельской области и Ненинскому округу Дмитрий Бурмен. Пять граждан Союзной нашей Республики Таджикистан разбирали нежилое здание. Когда они разобрали крышу и стену цивого фасада, начали разбирать перегородку, которая разделяла это помещение на секции. Когда этот рабочий делал, очередное отверстие, эта стена треснула и упала на него. Передавила ему ноги и нижнюю часть туловища. Работники сразу вызвали скорую помощь МЧС. По факту гибели человека при проведении работ по демонтажу здания в Наринмаре на улице 60 лет СССР управление МВД по Ненинскому автономному округу проводится проверка, сообщает Комитет гражданской обороны НАУ. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила техники безопасности. Новый начальник полиции по Ненинскому округу Олег Яковлев официально вступил в должность. Его кандидатуру, губернатору региона и личному составу ОМВД представил начальник департамента государственной службы и кадров ОМВД России генерал-лейтенант Владимир Кубышко. На встрече с главой региона Олег Яковлев поделился первым впечатлением о веренной ему территории. Новый начальник полиции прибыл на Наринмар накануне и уже успел ознакомиться с некоторыми объектами. Много, как вы сами обозначили, очень много спортивных сооружений. Я вчера по городу раз в два проехался, показали мне, начальник гаи показал вот это сооружение, вот это сооружение. Вот меня впечатляет то обстоятельство, что в городе большое количество спортивных сооружений, плавательный бассейн и такой небольшой город. Я думаю, тут обхват молодежи, населения, есть чем заняться. Вместе с тем, отметил глава региона, есть и много проблем. Перед управлением сегодня стоят серьезные задачи по усилению штаба участковых, выявлению оборота контрафактного алкоголя, борьбе с экономическими преступлениями. Кроме этого, необходимо обеспечить правопорядок и безопасность в наступающем выбранном цикле. Решение существующих проблем – приоритет в работе нового полицейского. Олег Яковлев родился 23 апреля 1969 года в селе Шакулова, Чувашской республике. Службу у милиции начал следователем. В Канажском РОВД затем был назначен заместителем начальника отдела, начальником следственного отдела ОВД Канажского района. В июне 2003 года он стал начальником ОВД Канажского района. В марте 2005 года возглавил один из отделов ОВД по московскому району города Чебоксары. В 2009 году назначен начальником управления внутренних дел по городу Чебоксары. В декабре 2010 года Олег Яковлев стал заместителем министра, начальником управления по работе с личным составом МВД по Чувашии, где и служил по настоящее время. Поэтому опыт очень большой. Мы давно знакомы с Олегом Николаевичем. В связи с тем, что он последние годы состоял в федеральном кадровом резерве президентском. Соответственно, проходил соответствующие сборы, соответствующие стажировки, соответствующую подготовку. Планировался к выдвижению. Напомню, Владимир Яковлев назначен на должность указом президента России 12 апреля. Это была программа 112. Инструкция по безопасности. Будьте внимательны, берегите себя.